Здравствуйте! Это программа «Суть дела» с Григорием Тинским. На днях был опубликован World University Ranking. В этом мировом рейтинге университетов мой родной, Казанский университет, занял более чем скромное 663 место, в то время как год назад он находился на 603 строчке. Не знаю, как вам, уважаемые зрители, а мне просто до слез обидно. Впервые в этом году рейтинг возглавил Американский Массачусетский технологический институт. Второе место занял лидер 2011 года Кембриджский университет. На третьем месте снова американцы – Гарвард. Далее – Университетский колледж Лондона, Оксфорд, Королевский колледж Великобритания, Ельский университет Чикаго, Принстон и Калифорнийский технологический институт. В общем, все без сенсаций. В топе бренды мирового уровня. Лучшим среди российских вузов остается Московский университет. Но и он занимает в мировом рейтинге всего лишь 116 место. Как же формируются эти загадочные рейтинги? И почему моя альма-матер выглядит в них столь скромно? Попытка докопаться до сути дела привела меня вот к каким выводам. Для определения места университета в мировой табеле о рангах используются пять основных критериев оценки. Репутация вуза в академической среде, цитируемость публикации его сотрудников, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей и относительная численность иностранных преподавателей и студентов. Из этих пяти критериев относительно объективными можно считать лишь три. Цитируемость публикаций ученых университетов, соотношение числа преподавателей и студентов и относительная численность иностранцев. Согласитесь, что репутация вуза и отношение к нему все же критерии весьма субъективные. Робкие попытки руководства университета объяснить снижение его рейтинга объединением с менее рейтинговыми учебными заведениями звучит как минимум нелепо. Во-первых, потому что менее рейтинговые педуниверситеты вообще ни в каких рейтингах отродясь не значились. А во-вторых, передвижение внутри седьмой сотни с 603 на 663 место даже и комментировать не хочется. Ну какая разница? Займемся же объективными критериями. Цитируемость важнейшая из них. Этот показатель формируется на основе индекса Хирша, придуманного в 2005 году американским физиком Йоргом Хиршем методой измерения научной активности ученых. Подсчет этого индекса достаточно сложен, но он в принципе позволяет достаточно объективно оценить уровень научной работы каждого ученого. В Казанском университете можно по пальцам одной руки пересчитать ученых с заметным индексом Хирша. В чем причина этого печального явления? Я думаю, что причин несколько. Главное из них, конечно же, уровень и интенсивность самой научной работы. Для того, чтобы вас цитировали, надо писать о том, что для всех интересно и важно. А для этого нужно проводить фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня. Конечно, важно и публиковаться в известных и рейтинговых научных журналах, но туда берут только статьи, которые могли бы быть востребованы мировым научным сообществом. Университетская наука у нас всегда была падчерицей науки академической. Идущая далеко не бесспорная реформа Российской Академии Наук вряд ли изменит эту ситуацию. Если весь мир считает, что преподавать в университетах должны настоящие ученые, нам, раз уж мы начали обращать внимание на мировые рейтинги, надо этих самых ученых в университеты приглашать, создавать им условия для работы. Профессор моего родного университета получает сегодня зарплату на уровне таджикского дворника от 20 до 22 тысяч рублей. О каких мировых рейтингах можно в этих условиях говорить? Второй объективный аспект рейтинга – соотношение числа студентов и преподавателей. Тоже носит экономический характер. Существуют педагогические нормы оптимального количества студентов в группах. Что же нам мешает привести эти цифры в соответствие с ними? Недостаток преподавателей или недостаток средств на их оплату? Третий аспект – количество иностранных преподавателей и студентов. Это производные от первых двух. Честно говоря, не уверен, что в нашем университете есть вообще иностранные профессоры. Но если и есть, то явно немного. Кто же пойдет на такую зарплату? А популярность вуза среди иностранных студентов явно зависит, опять же, от рейтинга вуза, а не только от цены диплома. Есть, впрочем, и радикальные способы улучшения рейтинга университета. Один из них предложил проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Он считает, что надо создать свой рейтинг, независимый, как в Китае. Второе новаторское предложение высказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимир Мау. Он считает, что главным показателем работы вуза надо сделать уровень налогов, уплаченных выпускником в течение первых трех или пяти лет. Одним словом, если мы не умеем играть по международным правилам, будем играть по своим, и пусть весь мир нам завидует. Мне эти предложения напомнили любимую книжку моего детства про старика Хатабыча. Помните, фильм такой был? Там волшебник Хатабыч раздвигает ворота футбольной команды чужих, когда в них летит мяч наших. Результат матча был замечательный. 17-0. Если это единственный способ поправить дела в нашей науке и образовании, то лучше нам вообще все университеты взять и закрыть. Это была программа «Суть дела» с Григорием Тинским. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok